Недавно мы сообщали о том, что в Малибу, Калифорния, был обнаружен повешенным бывший глава американского филиала Deutsche Bank Томас Бауэр. Еще тогда мы пришли к выводу о том, что официальная версия о самоубийстве выглядит крайне сомнительной. В самом деле, люди такого социального уровня крайне редко прибегают к суициду, как к средству решения собственных проблем. Это просто потому, что, достигнув высокого социального уровня, они просто привыкли к тому, что все проблемы решаемы. И что для решения этих проблем существуют хорошие специалисты, которые за хороший гонорар готовы снять с тебя не просто проблему, но даже переживание о ней. На заре своей правозащитной практики автору пришлось общаться со старым адвокатом-евреем, за которым можно было ходить и записывать цитаты. Он уже был на выходе из профессии по возрасту и потому делился своей мудростью. И вот однажды пришлось присутствовать при окончательном утверждении стоимости его услуг. Сумма была озвучена без автора, он попал только на концовку. Клиент пытался пояснить, что его дело не такое уж и сложное, чтобы стоить столько денег. И тогда старший коллега выдал мудрость, которую стоит всем запомнить на всю жизнь. Он сказал, похоже, вы не понимаете, за что платите деньги. Вы платите не за решение вопроса, так или иначе он решится или вы его решите. Вы платите за свои нервы, а нервы не восстанавливаются. За эти деньги вы оставляете эту проблему мне, а я знаю, что с ней делать. Заметим, это был профи очень высокого пилотажа, и он мог именно так сформулировать суть своих адвокатских услуг. Его огромный опыт позволял увидеть конечный результат практически с гарантированной точностью и формулировать суть своей работы именно так. Люди наподобие Томаса Бауэра, безусловно, имеют примерно таких специалистов по всем основным направлениям проблем и просто не завотали бы себя до такой степени, чтобы самостоятельно лишить себя жизни. Тем более, в случае возникновения такой необходимости, можно было уйти из жизни не таким брутальным образом. Ситуация была уж совсем неправдоподобной. И вот агентство Reuters выдало порцию информации, которая вносит новую струю в старые дела и косвенно дает пояснение того, почему Бауэр оказался в петле. Более того, можно предположить, что это не последний жмур в череде бывших и действующих высокопоставленных сотрудников. Министерство юстиции США уже год и довольно активно в тесном содействии с прокуратурой Эстонии работает над расследованием скандала с отмыванием гигантских сумм, которые проходили через эстонский филиал «Данский банк». Как мы писали ранее, речь идет об отмывании российских грязных денег на сумму не менее 200 миллиардов долларов. Чуть позже такой же скандал разразился в шведском банке. Но очень быстро выяснилось, что и шведские, и датские банки были всего лишь коллекторами, которые отправляли эти денежные потоки в Deutsche Bank. А вот куда они шли дальше – большой вопрос. Надо заметить, что в связи с отмыванием грязных денег по другим эпизодам, Deutsche Bank недавно уже выплатил 700 миллионов долларов, но это были только цветочки. Эстонская прокуратура очень активно участвует в американском расследовании, потому что если будет подтвержден факт отмывки средств, которые впервые обнаружили именно в Эстонии, то эта маленькая страна может получить часть гигантских штрафов, которые будут наложены на Deutsche Bank. В общем, о том, что идет какое-то взаимодействие правоохранительных органов США и Эстонии, какая-то информация проскальзывала, но без особой конкретики. А теперь выясняется, что расследование идет масштабное и бурное. А кроме того, эстонская сторона уже официально решает вопрос о том, чтобы не остаться без призовых. Видимо, имея картину всего этого, из первых рук эстонцы уже просто не сомневаются в успехе расследования. И в том, что дело идет к вопросу дележа призовых. Но вот американская пресса, благодаря своим инсайдам в Министерстве юстиции США, получила информацию о том, что несколько недель назад формат расследования существенно расширился. То, о чем мы говорили с самого начала, нашло свое подтверждение в ходе следствия. И прокуратура США постучала в дверь немецкого банка. Вызвано это тем, что удалось проследить путь денег, зашедших из России в эстонский филиал датского банка. Оттуда немецкий банк, а оттуда в американский филиал, которым как раз и заведовал покойный банкир, в бытность которого руководителем американским филиалом действующий президент США Дональд Трамп получил кредит на сумму в 2 миллиарда долларов. В то время, когда местные американские банки уже отказывали ему в связи с массой скандалов, банкротств и прочих неприятностей, которые преследовали бизнес-структуры Трампа. И вот теперь выясняется, что к расследованию подключилась прокуратура немецкого Франкфурта. И случилось это 2-3 недели назад. Она уже занята изучением ряда платежей, которые фигурируют как на входе из Эстонии, так и на выходе в США. Правда, ни Минюст США, ни прокуратура Франкфурта не подтверждают факт сотрудничества по делу Дойче, но и не опровергают этого. Но самому банку надо что-то озвучивать на эту тему. Например, тот же Донский практически сразу заявил о своей полной открытости для расследований и готовности содействовать выяснению всех обстоятельств, которые в конце концов привели к схеме отмывания грязных российских денег. В Дойче не дают никаких подробностей, но говорят о том, что они заинтересованы в сохранении доброго имени своего финансового учреждения и потому сотрудничают с властями США, Дании, Эстонии, а также Франции. Представитель банка так и сказал, «Мы неоднократно подчеркивали, что находимся в хорошем и конструктивном обмене с властями этих стран». Похоже на то, что деньги пошли не только в США, но и в направлении Елисейских полей. Хотя именно это предположение ограничивается тем, что было заявлено именно в немецком банке. Пока роль Франции в этом скандале никак не обозначена. Как сообщается, американские следователи уже провели беседы с сотрудниками американского филиала банка, которые руководят сферой соблюдения норм и правил при проведении платежей. То есть речь идет о лицах, в круг обязанностей которых входит противодействие отмывки грязных денег. А это значит, что беседовали и с повесившимся банкиром, поскольку он точно был обязан контролировать эти вопросы. Более того, есть сведения о том, что прокуратура Франкфурта уже общалась с Сильвио Матератом, ответственным за эти вопросы в масштабах всего банка. На этот момент это самый высокопоставленный сотрудник Дойче, попавший в круг расследования. Что характерно, и Бауэр, и Матерат на момент общения со следователями уже покинули в этом году свои посты и находились в статусе экс-руководителей соответствующих подразделений банка. В связи с чем они оставили свои посты, не сообщается. Но случилось это уже после того, как грянул скандал в Эстонии. Похоже на то, что следствие подтягивает рыбку в особо крупных размерах. И судя по тому, что расследование уже приняло интернациональный характер, последствия этого могут быть самыми неожиданными. Ну а трупов может оказаться куда больше, чем об этом известно сегодня.